Итак, по нашим многочисленным просьбам, очень много людей, которые совсем недавно узнали о Дези, о нашей модели, и мы давно не проводили хороших, больших презентаций, поэтому нашим долгожданным, скажем, по большим просьбам один из основателей компании Дези, Илья Манин, наш большой друг, согласился сегодня провести презентационную часть. Я знаю, что многие сюда пришли задать вопросы по обновлениям, по тому, как будет происходить переход хедж-фонда, как новые условия маркетинга и так далее, но, друзья, нам еще несколько месяцев работать по, скажем, тем правилам, которые у нас есть, по нашей краудфандинговой модели. За это время огромное количество людей еще услышит и узнает о сотрудничестве с Дези, поэтому в данный момент, я думаю, что очень актуально провести саму презентацию, само понимание, как все устроено, с чего все началось, и благодаря какой концепции, благодаря какой модели за два года мы достигли такого серьезного масштабного явления, как Дези Эндотек, за которым сегодня наблюдает весь мир, и мы на пороге на самом деле очень серьезных изменений, таких знаковых, исторических, которых, может быть, никто еще в жизни никогда не достигал, но нам нужно понять, с чего начиналось, что мы прошли, как это устроено, какая модель дала сегодня возможность получить такие результаты, кто входит в состав Дези, кто входит в состав Эндотек, что их между собой связывает, и что в результате, какая роль наша с вами, какая заинтересованность, в чем выгода сегодня сотрудничества большого количества людей во всем мире с Дези, насколько это надежно, насколько это перспективно, насколько это долгосрочно, вот, я знаю, что очень много людей, которые присоединились накануне дубайского мероприятия, и они пока во всем этом разбираются, мало того, что они не очень уловили, как модель была сформирована, да, тут еще и изменения по чатам, идут обсуждения, поэтому сейчас то время, когда нужно информационных вот таких встреч проводить много, часто, чтобы все уложилось, вот, и в то же время, чтобы люди начинали использовать инструменты, те, которые рабочие, которые работали, и готовиться к тому, что будет в перспективе, потому что я знаю, что когда компания только готовилась к запуску, и с ключевыми, с большими лидерами шла подготовительная работа, и они уже знали о запуске Дези, и те лидеры, которые заранее были готовы, люди, которые заранее понимали, чем уникальна эта модель, которые не стали ждать, когда она себя в деле покажет, да, а люди, которые заранее подготовили свои структуры, подготовили свои команды, то для этих людей старт был просто фееричным, результаты были с ног сшибательные, потому что уже за первое время у нас не один миллионер долларовый в компании во всем мире, потому что люди заранее готовились, поэтому те вещи, которые будут происходить с нами, если их правильно, вовремя, быстро уловить, понять и готовиться уже сейчас, то результат будет, конечно, очень-очень крутой, поэтому сегодня, еще раз повторю для тех, кто только подсоединился, сегодня наша встреча с основателем Дези, с Ильей Манином, огромная наша благодарность, что выделил время, хотя он еще не выздоровел, он очень сильно заболел после мероприятия, потому что все-таки это стрессовые, довольно нагрузочные такие события, поэтому Илья еще с кашлем, с простудой, с ковидом, с гриппом, не знаю, что там, но согласился с нами пообщаться, потому что на самом деле очень-очень актуально. Илья, пожалуйста, включай микрофон, выходи к нам на связь, я буду контролировать сидеть за микрофонами, вот, ты можешь включать слайды. Да, хорошо, я без слайдов хочу всех поприветствовать, да, Катя, спасибо за организацию этого мероприятия, вот, ты так уж прямо сказала, что я тут это прямо умираю, нет, у меня все нормально, абсолютно здорово, у меня осталось, остаточный кашель после гриппа, не более, не менее, да, если я буду чуть-чуть... Я не говорила, что ты умираешь, я говорила, что еще прибаливаешь, но с нами в работе. Да, если я буду чуть-чуть подкашливать, да, то как бы не обращайте внимания на это, да, вот, преимущественно, да, когда ты сам презентуешь, очень тяжело этот кашель скрыть, вот, если ты просто слушаешь, да, то это легко сделать. Итак, давайте я постараюсь сжато презентовать и потом ответить в конце на вопросы. Катя, я думаю, что ты поможешь собрать наиболее актуальные вопросы, да, знаю, что вопросов очень много после дубайского ивента. Я, извините, я также Алексея сделала с организатором, Леша, если что, ты тоже будь на связи, пожалуйста. Да, конечно же, конечно, ты, Леша, да, то есть вы просто поможете задать правильные вопросы, вот, наиболее, наиболее актуальные, да, и я, соответственно, на них отвечу. Вот, а пока, собственно, по вашей просьбе, на Катю, в частности, по твоей просьбе, я проведу презентацию по слайдам, которые для нас подготовил Сергей со своей командой. Напоминаю, да, что Сергей ведет у нас онлайн-часть, маркетинговую часть нашего бизнеса, Дези, да, и очень много времени потратил на то, чтобы эти слайды сделать. Вот, сразу скажу, что слайды, они не обновленные, то есть какая-то информация здесь чуть-чуть устаревшая, да, но концептуально они, естественно, подходят. Вот, плюс в этих слайдах не отражено что-либо, что мы озвучивали в Дубае, тут нет информации по ликвиду, по марнинговому бизнесу, тут нет информации о том, что мы завершаем в течение нескольких месяцев краудфандинг, то, что мы переходим в модель фонда и так далее. Всего этого здесь в слайдах вы не найдете. Вот, соответственно, есть здесь просто исчерпывающая информация по Дези и по эндотеку. Вот, Катя, скажи, так, одну секундочку. Видно ли мой экран? Да, 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 все хорошо видно. Окей, хорошо. И тогда я начинаю, да, в общем, у нас эти слайды называются Дези эндотек, но я сразу же хочу обратить ваше внимание на том, что мы продвигаем Дези, то есть Дези – это наша маркетинговая компания, Дези – это наш проект, это краудфандинговая платформа, это то, на чем мы зарабатываем деньги, используя при этом алгоритмы эндотека. То есть мы начнем эту презентацию именно с эндотека. Я к тому, что Дези эндотек – это не обязательно два какие-то отдельные существа, которые неразделимы, хотя здесь, как и многие другие, на одном экране мы видим и Дези, и Эндотек. И я тогда начинаю непосредственно с компании Эндотек. Мы с ней познакомились, наверное, за год до запуска Дези, то есть где-то три года назад мы тестировали криптостратегии на своих счетах, прежде чем мы запустили Дези. Поэтому на момент запуска мы были более чем уверены в компании, более чем уверены в Ванне Бекер и более чем уверены в том, что стратегии рабочие, алгоритмы рабочие, они приносят реальную прибыль, потому что они приносили реальную прибыль на наших счетах. И к тому моменту уже была многолетняя история успеха у Эндотека, к тому моменту была хорошая положительная динамика, которую мы до сих пор видим по большинству стратегий, но вот в Дези фонде, если смотреть на криптотренинг, у нас пока что еще небольшой минус остался, из которого Анна сейчас как раз выруливает. И огромное количество клиентов у Эндотека, то есть это компания, финтек-компания из Израиля с огромной капитализацией, которую мы с вами хотим вывести на IPO, либо продать крупному инвестору, потому что это действительно лидер в сфере алготренинга. Это платформа, которая автоматизирует тренинг, автоматизирует тренинг процесса, то есть что может сделать Анна вместе с командой, может взять абсолютно любые тренинговые стратегии, будь это Forex, будь это фондовый рынок, будь это крипторынок, да, и автоматизировать их, то есть сделать так, чтобы искусственный интеллект основную задачу выполнял, и чтобы люди, человеческий ресурс просто приглядывали за этой машиной, за этой автоматизацией. Итак, компания Эндотек была запущена в 2012 году, и в чем уникальность компании? То, что она дает возможность огромному количеству клиентов, у нас сейчас 190, больше, чем 190 тысяч учетных записей, видеть свои индивидуальные графики, видеть свои индивидуальные балансы, свои индивидуальные прибыли, иметь возможность вывести, и вот ничего подобного на рынке криптотренинга, как минимум, да, никто никогда не делал, в этом смысле Эндотек бесспорно лидер. Помимо того, что есть реальные алгоритмы, реальный искусственный интеллект, в сфере которого Анна Беккер является экспертом, да, то есть мы про это еще будем говорить, Эндотек также разработал бэк-офис, абсолютно уникальный, который является интеллектуальной собственностью, конечно же, нашей компании. И вот этот самый бэк-офис, несмотря на то, что он с точки зрения дизайна, может быть, не самый лучший, с точки зрения юзабилити, да, он тоже не самый прогрессивный, но вот именно с точки зрения того, чтобы показать все индивидуальные графики, да, в каком-то виде, да, чтобы человек мог иметь представление, какие пакеты он покупал и так далее, да, какую прибыль он выводил, вот в этом смысле, да, офис является достаточно функциональным. Эндотек является разработчиком, тестирует основанные на искусственном интеллекте торговые стратегии. Самая основная экспертность Эндотека изначально заключается именно в криптотрейдинге, то есть где-то еще в семнадцатом году Эндотек запустил свои первые алгоритмы крипторынка и прошел как бычий, так и медвежий рынок очень даже успешно. Вот, и на сегодняшний день на сайте Эндотека вы можете зайти endotec.io и вы можете там увидеть огромное количество стратегий, часть из которых используется у нас в дези фонде, да, а часть не используется. Сразу забегая вперед, скажу, что есть рискованные стратегии, есть стратегии с плечом x10, и, конечно же, у нас в дези фонде, да, вот подобные стратегии, они минимально используются, потому что когда управляешь большим капиталом, да, то на тебе огромная ответственность, и ты не можешь просто играть в русскую рулетку. Тем не менее, подобные стратегии тоже существуют, и, в частности, VIP-клиенты имеют доступ к этой стратегии, да, я вот тоже имею доступ на своем счету, и я вижу, как успешно эти стратегии работают. Здесь на скрине показан один из вариантов стратегии, это стратегия XRP-альфа, где видно, что за 5 лет 10 тысяч долларов превратились в 1 198, здесь сразу же оговорочка, да, это отнюдь не означает, что все стратегии так работают. Просто задача показать, что такие стратегии есть, они реально рабочие, они существуют, вот, в то же время есть стратегии, которые дали там какой-то небольшой минус и так далее. В итоге мы видим, что основная масса стратегий, они плюсуют, но вот в дези фонде у нас есть, было несколько стратегий, которые где-то год с небольшим назад стали давать минус, стали минусовать, и до сих пор Анна, она, скажем так, оптиматизирует свои стратегии, и по словам, мы буквально недавно с ней общались, и она выступала на нашем глобальном звонке, да, по ее словам, ей буквально еще чуть-чуть нужно времени, и по сути алгоритм этот дези 2.0, он будет полностью завершен, и мы должны увидеть плюс, и, естественно, дальше будет дальнейшая оптимизация этой программы, она будет через месяц, через полгода, через год, все время, когда вы работаете в сфере IT, когда у вас есть продукт, все время нужно его обновлять, то есть это неизбежно, это понятно. Значит, Endotec работает с ведущими биржами, то есть мы на сегодняшний день торгуем всем капиталом на криптотренинге на бирже Binance, но при этом Endotec является партнером других бирж, об этом можно посмотреть на сайте Binance, на блоге Binance, можно увидеть, что Endotec является ключевым партнером, и также можно увидеть партнерство Endotec с другими биржами, в частности, с биржей Gemini, американской биржей, и с другими биржами, но на сегодняшний день весь криптотренинг осуществляется именно на Binance, в то время как основное количество трейдеров, вообще, в принципе, тема трейдинга, она очень сейчас актуальна, почему? Потому что она пришла в массы, и каждая домохозяйка норовит получить какую-то прибыль на Форексе, на крипте, или еще на чем-то, и когда у нас бычий рынок на крипте, каждый стучит кулаком в грудь, и чувствует себя мегатрейдером, но в итоге рынок основную массу людей наказывает, вот в частности, я, например, совершенно никакой трейдер, я не люблю трейдинг, я сторонник того, чтобы доверить свой капитал экспертам, и я знаю, что большинство людей мыслит так же, как я, именно поэтому мы Дэзи и запустили, чтобы люди могли пользоваться автоматическим программами, доверить свои средства экспертам, и сэкономить свое время, сэкономить свои нервы, потому что трейдинг это очень-очень непросто, это очень тяжело, нужно иметь железные нервы, если вручную кто-то пытается трейдить, и если кто-то пытается трейдить при помощи ботов или алгоритмов, то нужно иметь огромный запас знаний, умение автоматизировать процессы трейдинга, то есть это, конечно же, не для каждого. И искусственный интеллект – это очень сложная система получения информации, она сама у себя обучается, она становится умнее и умнее, сейчас это тренд, вот после того, как появился чат GPT, по всему миру сейчас пошел тренд искусственный интеллект, вот мы, в принципе, лидеры по алгоритмическому искусственному интеллекту в сфере финансов, но понятно, что искусственный интеллект, он пришел к нам с вами в жизни абсолютно во всех сферах, и мы все время пользуемся мобильными телефонами, там очень много искусственного интеллекта, там процедура KYC, когда распознает ваше лицо, это тоже искусственный интеллект, и так далее, и тому подобное, то есть очень много где это используется. Ну, на самом деле, не бойтесь этого термина, искусственный интеллект, все говорят про искусственный интеллект, на самом деле, конечно же, искусственный интеллект, он никогда человека не победит, потому что у человека есть душа, помимо мозга, помимо интеллекта, а у искусственного интеллекта этого нет. То есть искусственный интеллект, он хорош тогда, когда он в руках человека применяется как автоматизированная программа в той сфере, в которую ее человек направит. Преимущество перед трейдерами понятно в том, что здесь искусственный интеллект может работать с огромными массивами данных, он может сам у себя обучаться, он автоматизирует свои стратегии, в то время как, если вы торгуете ручками, то вы можете где-то психануть, вы можете где-то потерять самообладание, где-то можете заиграться и взять, допустим, большое плечо и просто слить весь капитал, если вы вручную это делаете. То есть обычно искусственный интеллект, он выигрывает, но при этом, если идет торговля за счет искусственного интеллекта, то, конечно же, нужно это все контролировать при помощи профессиональных трейдеров. И вот у Анны Беккера в компании Endotech есть команда трейдеров, которые, конечно же, наши алгоритмы мониторят, контролируют и в какие-то нештатные ситуации внедряются в эти алгоритмы для того, чтобы как-то работу их скорректировать. В долгосрочной перспективе практически все трейдеры-боты фиксируют крупные убытки. Это действительно так. То есть я сталкивался с огромным количеством трейдеров. Как правило, на протяжении полугода, года, даже, может быть, двух лет в ручном режиме трейдеры могут генерировать прибыль, но на длинной дистанции, как правило, они теряют. Опять-таки я говорю как правило, потому что бывают исключения из этой ситуации. У нас, в частности, на Форексе есть команда трейдеров, которая очень классные профиты генерирует. И Анна эти профиты, эти системы автоматизирует. Да, вот здесь мы видим то, что возможно на протяжении длительного отрезка времени действительно генерировать прибыль. На крипторынке мы видим, что Endotech в принципе генерирует прибыль в течение длительного времени. Причем здесь это искусственный интеллект. Но при этом последний год у нас определенная просадка. Она не криминальная. И я думаю, что в течение ближайших месяцев мы выйдем из минуса. И мы наконец-таки перейдем в хороший позитивный плюс. И у нас капитал будет на криптотренинге догонять наш капитал на Форексе. И в итоге это будут очень две хорошие корзины для инвесторов, когда мы перейдем на следующий наш этап фонда. Здесь показано, с кем работает Endotech. Вот о чем я говорил. Это Binance, Coinbase, Gemini, Kraken, Bitfinex. Со всеми с ними имеет Endotech контакты. Но при этом на сегодняшний день именно для Дези весь капитал управляется на счете Binance. Ну там счеты, там субсчета. То есть это не один счет. И я не буду сейчас погружаться в какие-то нюансы, как это все работает. Если вы погуглите Endotech, вы найдете огромное количество статей. Мы их тоже периодически скидываем. Endotech их помещает у себя на Телеграме. Мы тоже помещаем. Очень много где берут интервью Анны Беккеру, Дмитрия. Они пишут какие-то заметки, пишут какие-то свои, делятся своим мнением по поводу финансовых рынков, по поводу крипты, искусственный интеллект. Это все тоже можно почитать. Вот эти два человека, которые являются по сути мажоритариями, крупными самыми акционерами. Анна и Дмитрий. С которыми мы вот два с половиной года назад подписали контракт и запустили Дези вместе с вами для того, чтобы финансировать эту израильскую компанию и развить эти новые технологии. И для того, чтобы мы вместе с вами, имея доли компании Endotech, в итоге монетизировали эти доли и заработали на IPO, на выходе компании на открытый рынок. Анна Беккер. Опять-таки я не буду про нее очень много сейчас рассказывать. Это все открытая информация, она есть в интернете, но факт заключается в том, что она является экспертом в сфере искусственного интеллекта, именно экспертом. То есть она доктор наук в сфере искусственного интеллекта. Она преподавала в университете Текнеон, была самым молодым преподавателем в возрасте 20 лет. Она также в возрасте 20 лет разработала алгоритм двукратной аппроксимации. Опять-таки не хочу загружать вас очень сложными терминами, но в определенных кругах ее называют и называли гением. И на самом деле, на сегодняшний день, вот Анна уже чуть-чуть постарше стала, она уехала, по-моему, в 15 или в 16 лет из Москвы, эмигрировала в Израиль, да, и практически всю жизнь там живет. Вот на сегодняшний день Анна свою гениальность не утратила, и она вызывает неподдельный восторг и уважение со стороны нашего сообщества, потому что это действительно умнейшая женщина, она выступала у нас в Дубае, она приготовила презентацию на глобальном звонке, недавно выступала, и действительно ее интеллект, он очень стильный, он заслуживает внимания, и он заслуживает уважения. И то, что делает Анна, этого не делает никто. Поэтому мы спокойны, что именно Анна, она во главе компании Endotec ведет эти алгоритмические разработки. Ну вот этот слайд я даже, наверное, пропущу, я не буду здесь все это читать. Но у нее есть история создания компании, продажи этой компании какое-то количество лет назад. Компания называлась Strategy Runner, и, конечно же, тогда компания была продана всего лишь за 3 миллиона 70, около 4 миллионов долларов была сделка. Вот на сегодняшний день то, что мы имеем вместе с вами в руках, компания Endotec, она, конечно же, оценивается в сотни раз дороже, чем та компания Strategy Runner, которую Анна продавала на заре своей деятельности. То есть на сегодняшний день Endotec это практически юникорн, это практически единорог. И после того, как мы сможем и на крипторынке извлечь хорошую прибыль в течение следующих каких-то периодов, мы будем готовить эту компанию уже к IPO, к продаже. И также мы надеемся, что крипторынок, он перейдет в бычью фазу. И интерес к крипте, интерес к блокчейну, интерес к IPO компаний, связанных, работающих в этой сфере, он станет опять таким же большим, каким он был пару лет назад, когда мы стартовали. Дмитрий тоже уникальный человек, он вместе с Анной разработал кабинет, он вместе с Анной разработал сайт, свою админку, где очень все детально отражено, все показано. Вот Дмитрий, мы в Израиле не раз летали, вместе с ним встречались. Дмитрий, меня лично он восторгает тем, что он является шахматным гроссмейстером. Я сам с детства люблю очень шахматы, и у меня огромное уважение вызывают люди, которые умеют играть в шахматы вслепую. То есть это один из тех немногих людей, который может одновременно играть с несколькими людьми в шахматы, при этом не смотря на физическую шахматную доску. То есть это говорит о его высоком уровне интеллекта. И в бизнесе, в эндотеке также он занимается преимущественно операционной деятельностью. То есть он руководит практически всей операционной работой компании. В Израиле компания работает с 2012 года, конечно же, платит налоги. Это, естественно, централизованная компания, не децентрализованная. Вот здесь вот видно сертификат основания компании. И я сейчас перейду уже ко второй части презентации. Это, собственно говоря, Дези. Вот мы видим, что есть технология, мы видим, что есть алгоритмы, мы видим, кто во главе компании эндотек. И мы понимаем, что эндотек работает на рынке ритейла с большим количеством маленьких клиентов, маленьких инвесторов. И для того, чтобы все это состоялось, была создана структура, отдельная структура под названием Дези. Это автоматизированная система краудфандинга. Это платформа по краудфандингу. И на сегодняшний день мы являемся самым крупным смарт-контрактом на блокчейне Tron после смарт-контракта USDT. Мы там конкурируем еще с одним смарт-контрактом. То занимаем то второе, то третье место. Но действительно у нас миллионы операций, огромное количество операций наши смарт-контракты показывают. И мы прошли тест времени. Смарт-контракты прошли тест времени. Абсолютно четко у нас идут все вычисления, начисления. И я сейчас коротко представлю, что же такое Дези, как это все работает, не касаясь маркетинга, не касаясь реферальной модели. Потому что это отдельная тема для отдельной беседы. Дези – это не компания, это смарт-контракты. То есть это децентрализованная некая автономная организация. Назовем ее DAO. У Дези три фаундера, три основателя. Это мои близкие друзья и партнеры Джереми Рома, Эдуард Хемчин. Они живут в Штатах. Я сам проживаю в Дубае с октября месяца. Вот мы втроем, по сути дела, что мы сделали, это мы запустили этот смарт-контракт по привлечению финансирования в компанию Endotech. Вот это то, что мы сделали. Все остальное нас никак не отделяет от обычного партнера, от обычного лидера. То есть мы также строим сеть, мы также здесь зарабатываем деньги, также зарабатываем деньги, когда выводится прибыль нашими клиентами. Все абсолютно то же самое, что у всех вас. Мы играем по общим правилам. Единственное, что у нас есть договор, подписанный самим Endotech, он конфиденциальный, в рамках которого мы получаем определенный пакет акций Endotech, который и в том числе мы передаем в сеть, потому что у нас долевой краудфандинг. И в каждом пакете, когда вы заходите в эту систему краудфандинга, у вас есть доля компании Endotech. Почти что в каждом пакете. Мы сейчас недавно сделали некоторые преобразования. Самые маленькие пакеты сейчас этих долей не дают. Краудфандинг – это очень современное такое трендовое слово. Крауд – это означает толпа. Фандинг – это привлечение капитала. То есть это когда толпа, это когда большое количество людей. Эта толпа немножко по-русски звучит так вульгарно, по-английски это звучит достаточно мягко и хорошо. Когда большое количество людей скидывается на финансирование чего-либо. То есть получается, что большое количество людей делает так называемые, можно назвать это донатами, через смарт-контракты на троне. Часть денег идет в трендинг, на тестовые счета, чтобы разрабатывать алгоритмы. И часть денег идет на развитие этих самых алгоритмов. Вот здесь показаны пакеты, с которыми можно войти в бизнес. У нас сейчас нет пакета первого за 100 долларов. Мы вместо этого предлагаем гибридный пакет, комбо-пакет за 200 долларов, где 100 долларов идет в крипту, в криптотрейдинг, и 100 долларов идет в Forex. Для того, чтобы каждый участник, он нарабатывал какую-то свою личную статистику на обоих рынках, которые мы представляем. Дальше эти все пакеты существуют 200, 400, 800. У нас промоушен работает с моментум пакетами до конца мая. Здесь нету слайда на тему промоушена, но он действительно работает. И у вас направляется не 70%, как здесь указано, а при повторных покупках у вас направляется 90% в трейдинг, а не 70%. Таким образом получается, что финансово это более выгодно становится для конечного клиента. Прибыль, которую клиенты Дези, партнеры Дези зарабатывают на сегодняшний день на рынке Forex, преимущественно зарабатываются у нас деньги на Forex, в крипте, как я говорил, на сегодняшний день у нас небольшая просадка. Вот эту прибыль можно выводить каждые выходные, можно ставить заявку, оформлять заявку на вывод, и в понедельник выплачиваются деньги. У нас каждую неделю по несколько миллионов долларов люди выводят из системы, выводят из трейдинга. И эта сумма, она растет из недели в неделю. И если кто-то из ваших клиентов не выводит прибыль вообще в течение полугода, то тогда компания Endotec облагает этого клиента, скажем так, налогом, взимает плату за успех по принципу любого фонда, по сути дела. Потому что компания не может не зарабатывать на том, что клиенты зарабатывают. И очень многие клиенты не выводят прибыль, наращивают свой баланс, наращивают свои капиталы. И вот таких клиентов раз в полгода у них именно заработанные прибыли, у них снимается 30% на оплату компании Endotec. То есть там половина идет в компании Endotec, и половина идет по реферальной программе, выплачивается по бонусу, по юни-левелу. И вот в начале апреля у нас как раз ожидается, будет год, как запустился Forex, ожидается огромное снятие огромных комиссий. Вот это автоматическое снятие комиссий этих 30%. И те люди, кто у нас в Dazy имеет большие сети, большие организации, в начале апреля, скорее всего, хорошо заработают, потому что будет большой пласт, скажем так, финансов обработан. Прибыль выводится в один клик. Все очень просто. Здесь показан кабинет, как это выглядит. Вы нажимаете на кнопку «Запросить вывод». У нас кабинет переведен на русский язык в том числе, и вы получаете 70% на руки, клиент получает, 30% выплачивается комиссия, о которой я говорил. 15% это идет в Endotec за то, что он заработал вам эти деньги, и 15% идет по реферальной программе. Я сейчас не буду входить в детали, как это работает. Результат, опять-таки я сказал, что этот слайд чуть-чуть устарел. На сегодняшний день прошло полтора месяца с 20 января, сейчас у нас начало марта, и у нас больше чем 700% заработанная прибыль. Это если не учитывать вот это снимание налога, скажем так, 30% каждые полгода. Если это учитывать, то тогда прибыль будет поменьше. Но на сегодняшний день со сложным процентом за период, скажем так, около года, 11 месяцев, у нас действительно заработано 700%. Это огромнейшая прибыль, реально огромнейшая прибыль. Эти деньги реально выводятся из системы. Мы их, естественно, видим на реальных торгах. Мы все это мониторим постоянно, и это абсолютно феноменальный результат на любом финансовом рынке. Хотя мы понимаем, что мы торгуем по модели high risk, high return, о чем постоянно говорит Анна. То есть это модель, при которой вы зарабатываете много, но при этом вы достаточно сильно рискуете. То есть это модель высокорискованного трейдинга. А со временем, когда у нас будет увеличиваться капитал, когда мы перейдем в фазу фонда, мы планируем, конечно же, наш риск менеджмент тоже изменить. Чем больше средств под управлением, тем больше ответственности. Я думаю, что у нас будут какие-то инструменты более умеренные, даже консервативные в нашем портфеле. Но на сегодняшний день мы торгуем именно high risk, high return и на Форексе, и в крипте в том числе. В торгах у нас сейчас на Форексе здесь 262 миллиона указано, у нас больше, чем 300. Если не ошибаюсь, 316. Я вот перед презентацией готовился, смотрел. То есть достаточно большая сумма находится. Это те средства, которые мы вместе с вами собрали за год. Единственное, что мы еще за полгода до запуска Форекса мы уже начали собирать эти средства. И у нас Форекс где-то на полгода задержался. Дейзи – это гениальное решение, чтобы совместить уникальные разработки Endotec и огромное количество ритейл-клиентов, маленьких клиентов с помощью технологии блокчейна и смарт-контрактов. То есть написано, может быть, немножко умным языком, но на самом деле все очень просто. Про смарт-контракты я уже сказал. Это компьютерные алгоритмы. Это просто математическая программа, которая на том или другом блокчейне строится. У нас не один смарт-контракт, у нас их несколько. Невозможно всю логику Дейзи, реферальной программы Дейзи запустить в один смарт-контракт. Мы попытались это сделать при запуске. Это было в январе два года назад. И наш смарт-контракт тогда не выдержал огромного потока финансов и партнеров и людей. Нам пришлось поменять архитектуру смарт-контракта. На сегодняшний день это несколько смарт-контрактов, которые взаимодействуют друг с другом. И абсолютно по прозрачной модели. Это все на блокчейне можно отследить. То есть распределяют входящие потоки. То есть часть средств сразу же мгновенно идет через смарт-контракты на кошельки TronLink в USDT в долларах тем людям, кто вас пригласил в бизнес. И в свое время мы были первым проектом, первой компанией, которая запустила реальный бизнес, реальный продукт на системе смарт-контрактов. Потому что до того, как мы это сделали, смарт-контрактами отличались только, скажем так, денежные разные, пирамидальные какие-то программы, где вообще никакого продукта не было. Мы взяли эту инновацию, потому что она на самом деле, по нашему мнению, очень крутая. И мы верим в том, что вообще вся индустрия MLM, она будет трансформироваться в сторону прозрачности, в сторону смарт-контрактов. Мы взяли смарт-контракты, взяли реальный продукт и вот эту гибридную модель смоделировали. Вся система DASY Endotec работает через смарт-контракты, но нужно понимать, что сам трейдинг Endotec, он, конечно же, не работает через смарт-контракты. Он работает либо на брокерском счету на Форексе, либо на счетах на Бинансе. То есть это централизованная торговля, она не децентрализованная. А вот все, что касается входящего потока реферальной программы и также исходящего потока, когда выводится клиентами прибыль, часть денег, как я уже говорил, 15% идет по реферальной программе, вот это все выплачивается через смарт-контракты. И это на самом деле потрясающе работает. Вам не нужно, как в обычной компании, делать заявку на вывод ваших реферальных вознаграждений. Автоматически все на ваш кошелек падает практически в момент, когда средства ваших партнеров, ваших клиентов заходят в систему. Смарт-контракты невозможно изменить. Мы решили боль всей индустрии, накопленной, наверное, за полвека. Это манипуляции различные, это терминации. Сколько из наших друзей среди нашего окружения людей, среди вашего окружения, сколько людей, которых терминировали, у которых брали целые ветки, целые структуры, целые организации и перемещали их к другим людям. Я думаю, что все, что я сейчас говорю, это вам очень знакомо, если вы давно в этой индустрии. У нас это невозможно, и даже если у нас в сети есть какие-то злодеи, которых мы не сильно любим, потому что они плохо отзываются о Дези, по какой-то причине, несмотря на то, что они зарабатывают деньги. Даже этих злодеев мы никак не можем терминировать, мы никак не можем сманипулировать системой, потому что смарт-контракты невозможно изменить. Вот это золотое правило, оно работает на самом деле, и единственное, когда можно изменить смарт-контракты, вот если мы перейдем на следующую фазу фонда, у нас будет небольшая модернизация нашей реферальной программы. Вот когда мы это будем делать, теоретически, мы там какие-то изменения можем сделать, это будет даже не столько изменений, это будут новые смарт-контракты, которые мы запустим. Основная причем масса нашей логики, нашей математики останется такой же, какая она есть на сегодняшний день. А вот так вот прямо на ходу взять и переобуться, поменять какие-то кошельки, поменять логику, это в принципе физически невозможно, и поэтому мы все играем по общим правилам. А общие правила крипты таковы, что если у вас есть доступ к кошельку и у вас есть приватный ключ, то вот этот приватный ключ не нужно им светить в интернете, не нужно его фотографировать на ваш телефон, записывать его в блокнотик, блокнотик кладите в сейф. И если у вас есть ключ от вашего кошелька, то у вас есть доступ к вашему кошельку. Если у вас нет ключа, то у вас нет доступа. Вот это золотое правило, которое существует еще с момента появления биткоина и с момента вообще появления всей этой индустрии блокчейна и крипты, оно также работает, естественно, на троне. Поэтому аккуратно относитесь к вашим личным кошелькам. Мы не имеем доступа к вашим кошелькам. У нас децентрализованная система. И это очень-очень важный момент, потому что периодически мы слышим, что еще у какого-то партнера взломали кошелек, выводят оттуда прибыль. Мы ничего здесь не можем, к сожалению, сделать, потому что мы не банк, потому что мы не биржа. У нас децентрализованная система смарт-контрактов. И все это работает на блокчейне трона. Мы когда запускались, трон, он был наиболее, наверное, наиболее актуален как платформа. Почему? Потому что Binance Smart Chain еще тогда не был, он только-только появлялся, а эфир, он был очень дорогой. Мы тогда остановились на троне. Мы об этом не жалеем. На сегодняшний день у нас достаточно высокий уровень энергии, газа, который за каждую транзакцию люди платят на этом блокчейне трона. Возможно, в будущем мы сделаем миграцию на другой блокчейн. Все транзакции неизменны. Вот здесь видно, что историю всех транзакций можно посмотреть. Все полностью прозрачно. Мы вообще ничего не скрываем. Мы полностью оголены. Мы полностью показываем все транзакции. И если вы зарабатываете какие-то деньги в Дези, и люди знают, что это ваш именно кошелек, вы не сможете ничего этого скрыть. Это как открытая книга. Она в интернете. Весь этот журнал по учету транзакций. И в этом есть, может быть, даже какие-то и минусы. Кто-то видит минусы. На мой взгляд, здесь только плюсы. Потому что на сегодняшний день я считаю, что мы живем в век прозрачности, транспарентности. И именно та компания, именно те лидеры, которые за принцип прозрачности, которые открыто показывают, как они взаимодействуют, как они работают, как их продукт работает, именно за такими организациями, я считаю, будущее. Потому что времена манипуляций, времена каких-то тайн, скрывания сути, вот эти все времена, они заканчиваются. Сейчас у нас век интернета, век открытости, когда все можно проверить. И, конечно же, такие системы, это система будущего. Блокчейн, он обеспечивает достоверность всех операций, естественно. И в личном кабинете, вот здесь вот скрин личного кабинета, можно также отследить ваши торги на крипте, на форексе. Хотя торги ведутся не на блокчейне, но реферальные выплачиваются через блокчейн. И наша система кабинета, и наши сервера, и все наши огромные массивы данных, они успешно и безукоризненно сочетаются вместе. С системой блокчейна Tron. Личные кошельки физических лиц. Вот здесь я уже про это, в принципе, и сказал. Мы работаем с приложением TronLink. Это не наше приложение, это стороннее приложение. Это очень важно. И каждый из вас должен контролировать свои средства индивидуально. Мы за это не отвечаем. Еще раз я на этом останавливаюсь. Вот так выглядит приложение. Здесь видно, что на кошельке USDT, а мы именно в долларах зарабатываем, какая-то сумма есть. И TRX Tron тоже есть. Всегда на ваш кошелек подгружайте какое-то количество тронов, потому что приложение работает на блокчейне Tron. И наш смарт-контракт на блокчейне Tron. И вам нужны троны для того, чтобы оплачивать энергию для вывода каких-то комиссий, для вывода прибыли из трейдинга и так далее и тому подобное. Вот здесь на этом слайде, по сути, показана схема работы Dezzy. Огромное количество клиентов, их личные кошельки, которые они сами открывают на своих мобильных девайсах. Здесь у нас блокчейн TronScan, система управления и контроля. И дальше средства поступают в трейдинг на Форекс, на крипту, на так называемые тестовые счета, потому что на сегодняшний день мы еще в финальной стадии разработок краудфандинга. И идет разработка искусственного интеллекта нового поколения. А также часть денег выплачивается через партнерскую сеть, через маркетинг, через реферальную программу. Про фондовый рынок здесь сказано, что дальше будет и фондовый рынок. Пока что Анна нам про это не говорила, но изначально в дорожную карту мы это закладывали. Мы ожидаем, что подобный инструмент у нас в будущем тоже появится. И мы будем диверсифицироваться, выходить на разные финансовые рынки. Итак, Dezzy это не инвестиционный проект, это краудфандинг. Это действительно не инвестиции, но вот следующий наш шаг, следующая наша стадия развития, это уже инвестиции с официальной лицензией, с официальным фондом и даже не одним. И про это, скорее всего, я после презентации отвечу на ваши накопившиеся вопросы, да, и немножко проясню вообще ситуацию, где мы сейчас находимся, куда мы движемся. Цель компании разработать высокоэффективный искусственный интеллект, чтобы максимизировать прибыль, и чтобы люди по всему земному шару, да, по всему миру могли зарабатывать прибыль при помощи этого искусственного интеллекта. IPO у нас на сегодняшний день, мы не имеем четкой даты предположительного IPO, потому что здесь ряд разных факторов работает, да. Во-первых, нужно, чтобы крипта, вообще рынок крипты, чтобы он стал, развернулся в сторону роста, чтобы биткоин подрос, чтобы появилось огромное внимание со стороны институциональных клиентов, да, со стороны крупных инвесторов. И ориентировочно это будет в следующем году, когда у биткоина будет халвинг, да, весной следующего года, через год. И поэтому мы вот на слайде написали, что предположительно это середина 2024 года. Возможно, это будет конец 2024 года. Это таргет, это цель, это наша задача, когда это IPO состоится. В самом худшем случае, если IPO по какой-то причине не состоится, мы просто будем выплачивать дивиденды всем владельцам долей эндотека. Таков наш план, то есть часть прибыли будет просто распределяться на кошельки в форме USDT в виде дивидендов, да. Но на сегодняшний день мы пока не сдвигаемся от поставленной цели. Анна это буквально вот вчера подтвердила, абсолютно твердое намерение выводить компанию на IPO. И у нее для этого есть ресурсы. Есть сильный финансовый директор, который работал в Эрнстен Янге, был партнером в Израиле. И есть другие ресурсы, поэтому мы, я надеюсь, что через год, через два мы увидим это IPO, и мы на нем все очень хорошо зарабатываем. Итак, присоединяйтесь к Дези, я на этом, в принципе, закругляюсь. Вы начинаете с того, что создаете кошелек TronLink, скачиваете приложение, пополняете кошелек. У нас есть инструкция в Телеграме, в русскоязычной нашей команде. Очень простые, пошаговые, шаг номер один, шаг номер два. Регистрируйтесь в Дези по реферальной ссылке вашего пригласителя. Покупайте нужное количество пакетов и пользуйтесь теми проможенами, которые на сегодняшний день до конца мая у нас работают. Вот, в принципе, на этом я завершил. Прекрасно. Да, я постарался быть, насколько это возможно, лаконично при таком количестве слайдов. И теперь я с радостью отвечу на накопившиеся вопросы. Катя, Леша, да, вы можете зачитывать эти вопросы. Ребят, давайте сделаем так. Вы пока пишите вопросы в чате, чтобы мы их зачитывали, да, потому что, наверное, если включить микрофоны, то это будет, наверное, немножко, скажем так, сумбурно. Все будут, шумно будет, поэтому лучше, наверное, их прописать. Вот, пока люди пишут. Илья, можно я задам тебе пару вопросов, да, пока ты отвечаешь? Конечно. Скажи, пожалуйста, вот на последнем глобальном зуме Анна сказала, что мы на старте запуска седьмой версии, седьмой версии искусственного интеллекта. И в то же время как бы звучит, что мы как бы уже, ну, как бы к завершающей стадии, да, разработок. Это последняя версия? То есть что после этого? Это не последняя версия, Катя. Вот если у тебя есть мобильный телефон, ты периодически обновляешь софт, да, ты подгружаешь новую версию. Знакомая ситуация, там, на айфоне, на андроиде, ты это делаешь постоянно. То есть у разработчиков этого софта никогда не заканчивается этот софт, он все время обновляется, да. То же самое касается и Windows, и MacBook, там, и так далее, да, программного обеспечения. Здесь то же самое. У Анны сейчас седьмая версия, в будущем будет и восьмая, и девятая, и десятая, и одиннадцатая. Но это не значит, что мы ее будем пожизненно краудфандить. То есть у нас просто подходит к концу краудфандинг, и основная уже фаза разработок, она практически закончилась. Но это не значит, что софт не будет в будущем обновляться. Он, естественно, будет обновляться. Поэтому относись к этому просто как к некой цифре внутренней, да, это же все внутренние такие, ну, как бы названия, да, седьмая версия или восьмая версия. Вот, но понимание Анны – это та версия, которая поможет, наконец-таки нам вместе, Анне вместе с нами выйти из вот этого затяжного минуса, да, и, наконец, перейти в плюс. Вот, увидим. Я искренне верю, да, надеюсь, что так будет. В общем, это очень долгожданная ситуация. Да, да, да. Мы, Анни, мы люди очень терпеливые, ты знаешь это, да, то есть мы спокойненько работаем. У нас есть определенный регламент, то есть мы запустились два года назад. Никто не говорил, что с первого дня прямо тут пойдут какие-то бешеные плюсы, да, то есть мы в стадии разработки, вот она скоро, по идее, закончится. Вот еще, знаешь, очень частый вопрос, который задают люди на встрече, так как сейчас очень много людей, которые, я говорю, которые прямо в самом деле недавно стартовали, и у них очень много встреч проходит, и им задают такой же вопрос. Я очень хочу для записи, чтобы именно ты ответил. Значит, вопрос звучит так. Так, зачем эндотеку, Дэйзи, эндотеку, все вот это вот огромное комьюнити, которое мы планируем создать до миллиона пользователей? Это очень-очень простой ответ. Для того, чтобы заработать деньги на финансовых рынках, так по-серьезному заработать, конкретно заработать, да, для этого нужно иметь, а, продукт, у эндотека был продукт, но он не был доработан на тот момент, когда мы с ним познакомились. То есть, эндотек знали, очень знало маленькое количество людей, очень избранный круг, там было какое-то количество клиентов, институциональных клиентов, несколько миллионов под управлением, и все, по сути. Вот. Теперь представь, у эндотека на сегодняшний день только через Дэйзи 190 тысяч клиентов. И когда компания оценивается, она оценивается очень просто. Там есть метрика оценки, да, это, во-первых, продукт, который генерирует прибыль, то есть она должна быть прибыль у компании. Если у компании нет прибыли, если у компании убытки, да, то никто не выйдет на IPO с таким продуктом, естественно. Никакие инвесторы не захотят инвестировать деньги в убыточную компанию. То есть, с одной стороны, должна быть прибыль, должен быть профиль, с другой стороны, должна быть большая клиентская база. Вот я ответил на твой вопрос. То есть, очевидно, что, имея такую огромную клиентскую армию, компания эндотек, она может монетизироваться в тысячи раз больше, чем если бы у нее было просто там два крупных институционала, да, которые положили бы через API-ключи деньги там на Binance, или закинулись там на несколько миллионов долларов в Forex, да, или там на 50 миллионов долларов, например. Вот когда у тебя большая армия клиентов, которые верят в твой продукт, для любого бизнеса, неважно, это сетевой бизнес, линейный бизнес, традиционный бизнес, там, логистический, абсолютно любой, да, в этом, собственно, основная сила любого бизнеса. Это в клиентах, которые верят компании, доверяют продукту. Ну, это базовые вещи я сейчас озвучиваю. Очень хорошо, что именно ты озвучиваешь, потому что, когда люди послушают записи, они будут вот все хорошо понимать. Так, ладно, значит, смотри, давай мы будем зачитывать, что спрашивают люди. Так, значит, Илья, что нас ждет и в каких красках? Нас ждет все в ярких красках. Значит, наверное, имеется в виду вторая, следующая фаза, да, которую мы ожидаем. Вот у нас подойдет к концу краудфандинг, сегодня у нас будет лидерский созвон только для пейсеттер-лидеров на английском языке. Мы тоже какие-то моменты, каких-то моментов коснемся. Мы поняли то, что после того, как мы провели событие в Дубае, и мы на сцене объявили официально о том, что краудфандинг будет закругляться, и мы переходим на следующую фазу, у людей возникло какое-то недопонимание, потому что это изменение. Любое изменение у человека в его психике вызывает, ну, какую-то, какую-то панику, да, вот, потому что как это может быть так, мы работали два года вот по такому маркетингу, у нас такие чудесные промоушны, а что здесь будет, да? Вот, я скажу сразу же вам то, что будет только лучше. Это раз. Ключевой момент здесь какой? То, что у вас, у многих есть организация, правильно? У кого-то 50 человек, да, да, структура, у кого-то 100, у кого-то 500. Мы, естественно, это все учтем, потому что у нас у самих есть организация, да, потому что мы сами строим здесь сеть, и для нас ключевая задача, чтобы не пострадали именно сетевики, именно те люди, кто здесь строит сеть. Это очень важно. Естественно, все начинается с клиентов, да, то есть клиент для нас это самое важное. Клиент, он не пострадает, понятное дело. Он будет также торговать по тем же стратегиям, также, я надеюсь, зарабатывать прибыль мы все с вами будем, да, может быть, когда-то будут убытки, убыточные месяца, и на том же Форексе это совершенно нормально. Но в конечном счете очень важно, чтобы сохранились структуры. Так вот, они полностью сохранятся, и то, что касается бонуса Unilevel, он будет также выплачиваться, да, то есть если кто-то квалифицирован там на получение на какую-то глубину комиссий, когда выводят прибыль ваши клиенты, вы также их будете получать, да. То, что касается пейсеттерских, пейсеттер-лидерских пулов, я пока не готов сказать. Мы сейчас это очень горячо и очень жарко обсуждаем каждый день, то есть мы, я думаю, к чему-то придем. Вот, я думаю, что какой-то элемент останется, да, потому что мы хотим отблагодарить наше сообщество за то, что помогло Дэйзи встать на ноги, пройти через сложные периоды, у нас были очень сложные периоды, да, выдержать, устоять и стать сильнее. То есть понятное дело, что каждый пейсеттер-лидер, каждый пейсеттер сделал огромный вклад в развитие нашего сообщества, да, поэтому мы хотим отблагодарить. Вот, матрица отпадет, не будет матрицы на входе, и я думаю, что большинство людей обрадуются этому, да, потому что матрицу тяжело показать, тяжело объяснить, и она немножко не коррелируется вообще с финансовым бизнесом, да, то есть у людей вызывает неправильные ассоциации, само слово матрица, да, так вот матрицы больше не будет, и это все, что я могу сказать. Вот детали нового маркетинг-плана, я не могу разгласить, их просто еще нет, то есть нам нужно время, чтобы это все как-то спроектировать, но основная часть, вот эта костяк генеалогия, линейная генеалогия, она останется, также вы будете зарабатывать, когда ваши клиенты зарабатывают. То есть, по сути, у вас у каждого будет свой хедж-фонд, люди будут приглашать свой хедж-фонд, условно говоря, да, хедж-фонд. И у нас будет лицензия, что самое важное, у нас будет инвестиции уже с легальной точки зрения, будет KYC, будет верификация, да, в том числе можно будет из России заходить, мне вопросы задают, вот сейчас санкции, как же так, там Евросоюз, вот и так далее, и тому подобное, да, я с юристами на эту тему общался, да, я не вижу никаких предпосылов, чтобы в новую модель не брать россиян, да, то есть люди, россияне смогут также эту верификацию проходить. Вот, это все, что я сейчас могу сказать. То есть, на самом деле, все очень радужно, все очень классно, и, возможно, у нас не будет пакетов, возможно, опять-таки, да, я понимаю, что я говорю на запись, вот, чтобы меня потом никто не поймал на чем-то там ненужном, что я взболтнул, да, я говорю, возможно, есть такая вероятность, и она не маленькая, то, что у нас не будет больше пакетов, а люди смогут инвестировать в фонд любую сумму, но это будет также через смарт-контракты, также через ваши знакомые всем кошельки, все будет то же самое, поэтому, пожалуйста, не паникуйте, не переживайте, не беспокойтесь, да, здесь все то же самое продолжается, а наоборот, пользуйтесь теми промоушенами, которые есть сейчас, промоушены по билдерам, промоушены по ачиверам, потому что сейчас реально вот 90 дней следующие, это тот период, в течение которого можно очень хороший задел себе приготовить на следующий год, и планомерно, гармонично войти в следующую фазу, да, у нас цель запустить этот фонд 1 июня, это цель, это зависит не столько от нас, сколько от бюрократии, от разных инстанций, которые нам нужно пройти, да, то есть, возможно, мы запустимся чуть позже, может быть, это будет июль, может быть, август, я сразу же скажу, да, то есть, что мы не обещаем, мы не обещали, что мы 1 июня запустимся, это наша цель, наша задача, ну, чтобы было какое-то видение, понимание, да, вот, и когда мы запустимся, возможно, какое-то время краудфандинг тоже параллельно еще будет существовать, это не будет так, что за один день все обрезается и так далее, вот, и сразу же забегая вперед, я скажу, да, что средства, которые у вас на балансах, как мы изначально говорили, будет возможность вывести, либо перевести в этот фонд, то есть, Мы это тоже юридически прорабатываем. Как это будет выглядеть, я не готов сказать, но, конечно же, мы обещания здесь должны сдержать по выводу этих балансов. Также надо сказать, что еще использоваться этими тремя месяцами для того, чтобы наработать какое-то количество долей, потому что я думаю, что, несмотря на то, что эта возможность, она такая отсроченная, при выходе IPO, через год, через два, но в любом случае возможность поучаствовать в выходе на IPO такого уровня компании, такое, наверное, бывает один раз в жизни. То есть второго шанса у Индотека не будет, и у нас в том числе получить такие доли. А когда форма краудфандинга заканчивается, то у нас и заканчиваются доли. Поэтому сейчас прямо вот надо очень сильно постараться. Так, следующий вопрос. Какая доходность примерно ожидается на Форексе в ближайший год? Вот. Ну, смотрите, нужно понимать то, что от формы у нас ничего не меняется. Если сегодня это краудфандинг, завтра это инвестиции, да, мы же те же самые инструменты будем использовать, да, то есть если мы видим, что сейчас в среднем там, не знаю, 15%, например, в месяц зарабатывается, ну, ориентировочно такая же будет сумма. С одной стороны. С другой стороны, чем больше капитала мы будем привлекать, вот, любая стратегия, она имеет какой-то потолок, она насыщается, да, то есть если у нас несколько миллиардов под управлением, то, ну, понятное дело, что мы не можем бесконечно генерировать один и тот же уровень профита. Вот. Поэтому я не могу ответить точно на этот вопрос. Я могу сказать одно, то, что со временем у нас не исключено то, что доходность будет падать, да. Опять-таки я пользуюсь случаем, Катя, я тебе, ты знаешь это, я всегда это говорю, я не исключаю, и я даже практически уверен, что у нас будут какие-то, я сейчас про Форекс говорю, в Крипте мы это видели, да, что у нас будут какие-то минусовые и дни, и недели, возможно, и месяцы, да. Если в какой-то месяц шарахнет там просадка 20%, опять-таки не нужно паниковать, там, хватать себя за волосы, вот, рвать волосы на голове и говорить, что вот какой кошмар, там, жизнь закончилась, да, то есть это абсолютно нормальная ситуация на высокорискованных стратегиях. Это не означает, что все потеряно, это просто означает, да, то, что у нас могут быть, как прибыли, так и убытки, это просто финансовая грамотность, относитесь к этому абсолютно спокойно, это не значит, что весь капитал там сливается за один час, да, вот, но просадки, это нормально, это возможно, да, снижение доходности. Есть просадка, и в то же время, просто нужно использовать время в ситуации, они же отбиваются, эти просадки. Просадки отбиваются, они могут отбиваться месяц, могут два месяца, да, то есть нам все это еще, скорее всего, предстоит пережить, но тут же очень простая логика, да, то есть вариант номер один, мы показываем все, как есть, Если просадка это просадка, да, вариант номер два, вот, не мы, мы этого никогда не будем делать, да, но есть другие проекты компании, которые не показывают просадок, у них всегда чудесным образом плюс вырисовывается, да, вот, и они играют, по сути, в пирамидальность, вот, и мы все отлично знаем, чем это заканчивается. Я уверен, что мы все с вами находимся именно здесь, именно в ДЭЗе и доверяем этим стратегиям по той простой причине, что мы уверены и вы уверены, что если у нас просадка, мы эту просадку покажем, да, мы практически, наверное, единственные на рынке, кто смело показывает то, что есть. Ну вот я нашла слайд от Анны, которая показывала нам до запуска, до старта торгов на Форексе, она показывала нам слайд, я в свои чаты его отправила, этот слайд, если кому-то интересно, я могу отправить, она делала бэктестинг за 4 года, с 2018 по 2021 год, то есть она анализировала рынок Форекса, наложила туда наши алгоритмы и предположила, да, как бы сработал этот рынок, если бы использовались наши алгоритмы. И там прям помесячно расписана доходность, очень хорошо видно, что есть месяца, где всего 5% прибыли, есть где-то 30, есть где-то 60, есть 12, а есть несколько месяцев за эти 4 года, прям несколько минусовых месяцев. Но в то же время за 4 года видно, как работает и какая идет динамика, и если включить все 4 года на длинную дистанцию, а еще и на сложный процент, там в любом случае результат получается аховый, аховый просто, несмотря на минусовые месяцы. Абсолютно правильно, просто нужно Кате здесь еще понимать, те стратегии Форекса и бэктестинг, которые она показывала, это именно ее стратегия, а я уже говорил о том, что у нас есть в том числе группа трейдеров, это люди, которые вручную торгуют, да, и Анна эти стратегии трейдеров, она автоматизирует, это не ее стратегия. То, что мы сейчас видим, это не все ее стратегии именно, да, у нас Форекс очень сложный отдельный рынок, и часть тех стратегий, которые у нее есть, она действительно тестирует, развивает, часть стратегий она автоматизирует. И на самом деле она на Форексе еще до крипты зарабатывала очень хорошие деньги, она хорошо знает этот рынок, вот, я думаю, что здесь будет хорошая диверсификация, да. Мы будем и дальше использовать и стратегии Анны, и стратегии других трейдеров, и вообще, в принципе, со временем у нас будет достаточно большой такой трейдинг-деск, то есть это команда трейдеров под управлением опытных трейдеров, да, которые будут внедрять новые стратегии, более консервативные, более умеренные и так далее. И эти стратегии будут автоматизироваться при помощи НДТ, да, максимально это будет автоматизироваться, да, вот, так оно будет дальше работать, то есть, несмотря на то, что мы работаем с искусственным интеллектом, ни в коем случае не нужно бояться, когда идет, там, часть торговли, там, ручками, да, и есть живые трейдеры, которые торгуют, да, вот, потому что любая автоматизация, она не сама по себе происходит, а она автоматизирует конкретные какие-то стратегии, которые люди придумывают и которые люди обкатывают, да, с которыми люди трейдят. Вот, давай, Катя, дальше, да, у нас регламент, у нас регламент. Вопрос, на трон должен, на бирже, так, но трон должен на бирже храниться, а не в тронлинг, просто спроси, почему нет пополнения с биржи в обход тронлинга, почему, мне непонятно, почему нужно устанавливать этот ненадежный тронлинг? Во-первых, вы можете установить не тронлинг, а любое другое приложение, типа клевера, типа там. Мы же с клевера ушли, ты помнишь? Мы не ушли полностью с клевера, вот, есть люди, кто до сих пор пользуются клевером. Тронлинг у нас преимущественно, сообщество именно в тронлинге, неважно, чем кто пользуется, важно то, что это должно быть приложение именно, это не может быть биржа, потому что через биржу у вас не будет браузера, который бы позволил вам интегрировать, сочетаться, да, взаимодействовать со смарт-контрактами Дези. То есть, чтобы вызвать смарт-контракт Дези, и для того, чтобы купить пакеты, необходимо это делать через децентрализованный браузер, который не работает на биржах, а он есть именно вот на таких приложениях. Поэтому это технические моменты, просто, ну, просто примите это на веру, да, то, что вот тронлинг на сегодняшний день это наиболее оптимальный инструмент. Возможно, у нас будет какое-то свое предложение в будущем, возможно, мы вообще будем не на трон чене, да, на каком-то другом чене. Вот давай, Катя, дальше двигаемся. Будет ли отражаться приток новых инвесторов в фонд, не через матрицу, на процентных начислениях по эсеттерам или лидерам? Не готов сказать, пока не готов. На каких площадках планет? Наверное, имеется в виду, знаешь что? Знаю, знаю. Я знаю, что имеется в виду. Я просто не готов ответить, у меня нет ответа, я понимаю. То есть, будут ли эсеттеры-лидеры, когда у нас будет стадия фонда, зарабатывать на входящем потоке? Ответ я не знаю. Когда мы это решим? Когда будут готовы? В течение месяца-двух, я думаю, что мы поймем, да, то есть, ничего страшного, не спешим. Если у нас будет информация для эсеттеров и лидеров какая-то раньше, более точная, да, 100%, то обязательно мы сразу же поделимся, сразу же. То есть, чтобы был стимул, да, до конца краудфандинга закрывать эсеттер или эсеттер-лидер. Я отлично понимаю логику вопроса, вот, я думаю, что у нас будет этот стимул, просто на сегодняшний день, я вот сейчас прямо не готов это открыто сказать. Мы еще в стадии, ну, проецирования, да, находимся. На каких площадках планирует стартовать Аплифт? Ожидается ли рост мощности токена на старте? Если речь идет про токен лифт, он сейчас продается на панкейк, на бирже панкейка, на Binance Smart Chain, да, это децентрализованная площадка. И мы планируем вывезти на очень известную биржу название, которое я не могу сказать, ну, по легальным соображениям, вот, но все контракты подписаны, и вам очень понравится. Это не Binance, сразу же говорю, да, но это известная достаточно биржа, вот, и можно будет лифт покупать и продавать на централизованной бирже в том числе, если речь идет про токен лифт. Так, по проекту Liquid и его пула, надо ли будет регистрироваться на каждом аккаунте для того, чтобы взять монеты из пула? Очень хороший вопрос, у нас будет, кстати говоря, приходите, послезавтра будет презентация Liquid с переводом на 10 языков, как обычно, в том числе русский язык. Вот, ребята закатят такую хорошую презентацию, вот сейчас готовят слайды, где покажут деньги, потому что в Дубае они презентовали, и немножко технологию показали, а деньги не очень. Да, вот сейчас они покажут деньги, они покажут конкретные кейсы, перспективы, ожидания, да, то есть вы увидите, где деньги в Liquid, мы увидим. Вот, ребята сейчас эти слайды готовят. Чтобы заклеймить, получить монеты, которые майнятся в Liquid, да, а я напоминаю, что все эти монеты, они еще не публичные, то есть их еще нет на биржах, вот, для этого вам нужно вставить кошельки. И для этого у команды Liquid есть инструкция. Кстати говоря, поскольку ребята русскоязычные, нам очень с вами повезло, хорошая есть поддержка и есть прямой выход на компанию, и мы всегда эту информацию проработаем, да, с инструкциями, в том числе на русском языке. То есть на блокчейне Ethereum, например, это может быть там Metamask, еще на каком-то блокчейне еще какой-то кошелек. И сразу же забегая вперед готов, хочу сказать, что в обозримом будущем ребята предложат универсальный кошелек, универсальный кошелек, скорее всего, это будет приложение, на котором можно будет держать монеты вообще всех блокчейнов. И все монеты, которые манятся в Liquid, можно будет держать на этом универсальном кошельке. Естественно, он будет безопасный, там, секьюрный, это все понятно. Вот, но пока конкретики на этой теме нет. Так, почему был такой провальный февраль? Самые низкие показатели для торговли на форус. Ну, я думаю, мы это уже обсуждали, да, что у нас считают даже… Провальный февраль, ребята, провальный февраль – это когда минус 20 или минус 30 процентов. Мы пока с вами этого еще не увидели. У нас был просто сногсшибательный февраль, если руководствоваться… Плюс 12 процентов, да. В принципе, финансов, да. По классическим меркам нам и за 12 процентов говорят, да, откуда такие вы проценты делаете. У нас шикарнейший был процент в феврале. Я напоминаю, февраль был, а, короткий месяц, б, там был публичный выходной в Штатах, практически торгов не было. То есть мы потеряли, да, на том, что это короткий месяц, еще один день он не работал. И мы сделали в феврале больше, чем… Леш, ты лучше помнишь, июнь или июль, да, если не ошибаюсь, то есть какой-то летний месяц. Нет, 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 там было чуть-чуть больше. И февраль самый маленький, Илья, самый маленький. Я видел таблицу, я видел таблицу, и там было покрытие в этом месяце. В американской таблице от американцев у нас там 13 с чем-то процентов, а мы, русские, насчитали 12 процентов. И вот мы за один процент спорим теперь. Понятно. Ну, не суть, не суть. Мы не будем спорить, неважно. Каждый месяц высоченные проценты, нам же… Конечно, конечно. У нас может быть и 5 процентов, и 0, и минус 10, и так далее, да. То есть вы заранее к этому привыкаете, да. То есть это абсолютно нормальная история. Я думаю, что в марте, опять-таки я надеюсь, я думаю, да, то, что в марте, в апреле у нас доходность будет повыше, чем в феврале. Я думаю так, я не могу это гарантировать. Может быть, будет просадка. Мы играем, вы должны понять, что это общее правило, по которому мы с вами играем. Нам проценты не рисуют. Нам проценты не рисуют, да. И здесь, как бы вы ни хотели, я также очень бы хотел, чтобы каждый день мы зарабатывали по 2-3 процента, и за 5 лет мы все стали долларовыми мультимиллионерами, да, и у нас жизнь бы наладилась и так далее. Мы все этого хотим, я все понимаю. Каждый человек мечтает об этом. Но такой волшебной пилюли у нас нету, к сожалению, да. Вот, даже если мы 10 экспертов типа доктора Анны привлечем, вот, и даже если будет с нами работать Стив Джобс и Билл Гейс и все вместе с ними взятые, да, мы все равно не сможем гарантировать 2-3 процента в день. Ребята, опуститесь на землю, мы на финансовом рынке. Вот, поэтому, когда мы зарабатываем больше, чем 10 процентов в месяц, даже больше, чем 5 процентов, да, я призываю вас радоваться, а не хвататься за каждый день. Тем более у нас сейчас вообще краудфандинг, да, не нужно копаться в каждом трейдинговом дне, а нужно просто развивать технологию. Вот, как работают японцы и почему они такие успешные. А ребята это очень умные, да, японцы, вы знаете, наверное, слышали о том, что японцы очень умные. Вот, залог успеха их и того, что они номер один сообщества вообще у нас в ДЭЗе, номер один команда с огромнейшими результатами, они вообще не задают вопросов по трейдингу. А почему сегодня мы заработали меньше, чем вчера, а почему завтра мы заработаем больше, чем сегодня? Они вообще этих вопросов не задают. Они задают правильные вопросы, они понимают, что это краудфандинг и они не уходят в дебри трейдинга, потому что не нужно этого делать. Мы тратим, мы деньги тратим, мы вкладываем деньги в краудфандинг, в разработки и все. Доверьтесь просто экспертам, они разрабатывают. Если вы готовы довериться, если не готовы, ну хорошо, ждите. Если кто-то не готов, например, вкладывать в разработки Форекса, да, Форекс, потому что не видят прозрачности, ради бога. Я отлично понимаю этот подход. Дождитесь, когда у нас будет лицензия, когда мы сможем обозначить, кто у нас брокер и так далее. То есть тут же никто силком не заставляет работать. Но вот японцы, они работают очень простым способом. У них шикарнейшая дуплетация. На опережение. Да, у них полные залы и так далее. То есть я ни в коем случае ни к чему не призываю. Я просто говорю о том, что реально. И 11, и 12, и 13 процентов в месяц, вот Сергей. Нет, Илья, в любом случае. И вот одно тоже на финансовых рынках. Я думаю, ты тоже согласишься, да, ты сейчас появился, поскольку. Вот, что это шикарнейший результат. Ребят, результат шикарнейший заключается в том, что 200 тысяч человек по всему миру за февраль сделали, каждый на своей денежке, 10 процентов. Вот это результат. 200 тысяч человек. Кто-то, маленький процент людей понимают в трейдинге, не понимают, смогли бы они сами для себя это сделать. Нет. Но в общей сложности 200 тысяч человек по всему миру за февраль сделали 10 процентов. Результат феноменальный. И спасибо, огромная благодарность всем, кто над этим работает, кто за этой моделью стоит. Читаю дальше. В связи с переходом в хедж-фонд планируется ли переход в USDT на USD при торговле на форекс и в дальнейшем на фондовый рынок? Мы бы рады перейти на USD, но, к сожалению, USD не очень поддерживается смарт-контрактом. Я бы сказал, даже совсем не поддерживается. То есть причина, почему мы работаем на USDT, потому что мы работаем на смарт-контрактах. У нас в фонде будет также работа на смарт-контрактах. Вот, соответственно, чтобы деньги заводить через смарт-контракты, нам нужно работать с USDT. Это самый правильный способ. Другое дело, на каком блокчейне мы этот USDT используем. Есть USDT на эфире, есть USDT на кроне, есть USDT на полигоне, есть BUSD на Binance Smart Chain и так далее. Их несколько этих USDT. Сейчас вот мы на троне работаем. Поэтому, как эта логистика выглядит, часто задают вопрос. USDT, они загоняются. Если это крипта, то прямо торговля идет в USDT, не нужно ничего конвертировать. Если это Forex, то огромное количество брокеров на сегодняшний день, в том числе наш брокер, с кем мы работаем, они работают с криптой. То есть они принимают USDT, они конвертируют USDT в USD и они торгуют уже фиатом. То есть USD торгуется к евро, к иене, к золоту и так далее. И обратно то же самое, доллар, который торгуется на брокерском счету, он конвертируется в USDT и эти USDT выбрасываются на смарт-контракты и люди получают свои комиссии, которые они выводят. То есть не комиссии, а свою прибыль. И по рефералке вознаграждения тоже идут. То есть так это все работает. Поэтому от USDT, от крипты мы никуда с вами не уйдем. Это та технология, которая нам позволяет все это автоматизировать. Я думаю, что на самом деле это наша фишка. Я думаю, что все должны это оценить, вот эту прозрачность и эту автоматизацию. В связи с чем изменились комиссии и минимумный вывод с личного кабинета? Я могу сказать в связи с чем. С тем, что Tron недавно провел голосование в своем сообществе и взял и поднял газ. Сейчас, то есть теперь для того, чтобы делать транзакции на блокчейне Tron, нужно платить больше денег. Если раньше мы платили 2 доллара или 3 доллара, сейчас мы платим, я это специально перепроверял, мы реально платим даже больше, чем 8 долларов, которые мы в кабинете заявили на каждую такую транзакцию. То есть, чтобы вы понимали, на этом не зарабатывает ни Анна, ни мы, никто не зарабатывает, кроме Джастина Сана, владельца Tron, блокчейна. Именно поэтому мы подняли минимальную планку вывода, потому что нет смысла несолисообразно выводить 20 долларов, платить 8 долларов комиссию и на руки получать 12 долларов. Мы подняли до 100 долларов, это абсолютно нормально. Я понимаю, что кому-то до 100 долларов тяжело дойти, у кого-то только 50, 70 прибыли. Ну, подождите неделю, другую, третью, накопите эти 100 долларов. Если вдруг комиссия Tron станет ниже, мы держим руку на пульсе, мы мониторим, естественно, мы занизим это все дело, да, там, со 100 долларов до, там, минималку, допустим, до 50, да, и энергию с 8, там, до 5, до 4. Или, может быть, перейдем на другой блокчейн, где все это вообще дешево будет. Но любая миграция на любой другой блокчейн, это звучит очень легко. По факту это всегда сопряжено с большими рисками. У нас огромная сеть, огромная база данных. Вот это все переносить, это, я вам скажу так, это, ну, это очень непросто. Так, пулы лояльности для участников дубайской конференции участвуют в торговле, не видно прироста из них? Пулы лояльности, смотрите, участвуют пулы, конечно же, участвуют. Вот мы будем более регулярно обновлять там данные, там два пула. Вот, и люди увидят в кабинетах, участвуют они в этих пулах или не участвуют, достаточно скоро. Мы только сейчас обработали вот все кошельки с Дубая, да, передали это в техподдержку. Я думаю, что неделя-две, и люди в кабинетах увидят. Вот, спешки здесь нет. Почему? Потому что вывод все равно из этих пулов не раньше, чем летом включится. То есть пока пускай денежки работают, пускай они приумножаются. Вот, и потом, когда мы разгоним баланс, мы начнем выплачивать. То есть пока точно в какой месяц мы это начнем делать, я не готов сказать. Но мы будем платить до следующего февраля, как мы обещали. Так, следующий вопрос я уже не зачитываю, потому что ты на него отвечал по поводу старта хедж-фонда, что даты могут двинуться. Дальше. Сейчас аккаунты в Дейзи анонимные. При переходе в статус фонда нужно ли будет верифицировать личность в своем аккаунте? Ну, про это тоже. Нужно будет пройти обязательную верификацию. Естественно, естественно. Значит, вот такой вопрос. Мои пакеты после 1 июня также останутся? Имеется в виду, что те, кто до хедж-фонда купил пакеты в виде пакетов, они останутся? Останутся не пакеты, а останутся балансы. Они либо выведутся по желанию человека, либо они перейдут в фонд. Как это будет выглядеть логистически, я пока не готов сказать. То есть пока не готов ответить. Если у человека 2 кабинета, как быть? Можно ли верифицировать на одного человека или объединить кабинеты? Мы сделаем все возможное для того, чтобы люди могли аккумулировать средства с разных аккаунтов на один аккаунт. Потому что мы понимаем, что есть люди, у кого там 10 аккаунтов или 20 личных аккаунтов. Есть пейсеттеры, которые закрылись самими собой. Вот что же теперь им делать? То есть мы это отлично понимаем, поэтому мы это юридически проработаем. Сделаем все возможное, чтобы оно так и было. Как будет проходить KYC после выхода на рынок кэтш-фонда? Как любой обычный KYC. Нужно будет подгрузить свой документ, показать свою физиономию в камеру. И в принципе на этом все закончится. Скорее всего даже подтверждения адреса не будет. Скорее всего. Но более детально, чуть попозже я об этом скажу. То есть мы будем работать, скорее всего, с тем же KYC провайдером, с которым Uplift работает на сегодняшний день. И я уточнял, в том числе россиянам можно будет проходить верификацию через именно этого провайдера. Если там какие-то будут заминки, мы, естественно, найдем другого. Чисто там на Россию, на Беларусь, на санкционные страны. Вопрос про аудит. На сайте Ernst & Young информации никакой не нашел. На сайте Ernst & Young нет информации вообще о каком-либо аудите, какой-либо компании, какого-либо клиента. Почему? Потому что Ernst & Young не помещает туда эту информацию. Так же, как KPMG, McKinsey или кто-либо еще из большой четверки, пятерки и так далее. Какая ситуация у нас с Ernst & Young? У нас был ряд неприятных блогов и статей, которые я нашел Ernst & Young в интернете. И там писалось о том, что легкие деньги, заработайте деньги, мы прошли аудит Ernst & Young, а там же где-то что-то про матрицу говорилось и так далее. Естественно, Ernst & Young было не очень комэльфо, когда их имя использовалось рядом со всей этой сетевухой. И они обратились в Эндотек и сказали, что вот этот блог нужно стереть, удалить. Я сейчас специально это озвучиваю, это история старая, то есть мы ее много раз озвучивали, я еще раз ее озвучиваю. И как назло, конкретно тот блог мы не смогли удалить, потому что владелец этого блога, он исчез. Это был австралий, мы его звонили, звонили, писали, писали, мы его не нашли. В итоге, что у нас сейчас, Ernst & Young от нас отстранился. Ernst & Young не проводит аудит на сегодняшний день. И возможно, мы к нему вернемся, когда мы станем уже фондом. Эндотек ищет другого аудитора. То есть вот так на сегодняшний день. То есть они сделали аудит каких-то периодов, аудит торгов, и ничего в этом страшного нет. Это нормальный рабочий процесс. Потому что никакая крупная аудиторская компания не захочет, чтобы ее имя публично в интернете без разрешения использовали оголтелые сетевики и писали вот эту дичь, которую они пишут. К огромному сожалению. Люди просто не понимают, что они таким образом дискредитируют наше же с вами сообщество. К сожалению. Да. Так. В хедж-фондах есть возможность вывода как доходности, как и тела. В любой момент. Будет ли это возможность в будущем хедж-фонде Дэйли? Я вообще слышу. Я думаю, что, скорее всего, там будет контракт на какой-то определенный срок. Будет один год, два года, может быть, разные опции. И, скорее всего, если человек будет выводить раньше, чем этот срок подойдет, то будет определенный штраф. Это так, как я думаю. Но мы еще это не обсуждали. Пока не готов ответить, как это будет выглядеть. Так, следующий вопрос я не читаю, потому что это уже ответ был. Так, будут ли даваться сигналы в трейдинге? Будет ли обучение трейдингу? Я думаю, что обучение трейдингу у нас на корпоративном уровне не будет. Потому что у нас все-таки не трейдинговая платформа, а инвестиционная. Будет, да, вот после получения лицензии. Но какие-то базовые вещи, я думаю, что Анна будет рассказывать. Так же, как она до сих пор рассказывала. Возможно, трейдеры наши, да, вот именно живые трейдеры, помимо Анны, тоже будут проявляться и какие-то вещи рассказывать. Про рынки финансовые и так далее. Но это все будет уже, когда мы закончим краудфандинг, когда перейдем в следующую стадию, скорее всего. Вроде бы планировалось, что на мероприятиях в Дубае выступит представитель Форекс-брокера, на котором идут торги. Но такого выступления не было. Почему? Представителя Форекса-брокера у нас не было. Мы за три недели до ивента сказали ему, что мы его не ждем. Сейчас, одну секундочку. Одну секунду, меня тут просто уже ждут. У нас этот лидерский созвон скоро. Сейчас у нас парочка. Вот, да, мы сейчас закончим. Его не было по той простой причине, что Форекс – это регулируемый рынок, в отличие от крипты, это жестко регулируемый рынок. И мы не хотели, чтобы сообщество узнало, на каком брокере мы торгуем. И юристы нам сказали, что это крайне нежелательно делать до поры до времени, пока у нас не будет лицензии. То есть мы сейчас краудфандинг, мы тестируем алгоритмы, различные, различные стратегии на своих счетах, и никто не знает, на каких счетах это все происходит. В данном случае у нас все абсолютно безопасно выглядит. Если бы мы сказали, что есть такой-то брокер под названием, неважно какой, какой-нибудь альфа-брокер, бета-брокер, неважно какой, сразу же посыпалась бы куча писем в этот брокер. Это раз. Сразу же регуляторы бы обратили на это внимание, что вот вы тут ребятам под предлогом краудфандинга на самом деле занимаетесь инвестициями, торгуете вот на этом брокере, а где ваши лицензии и прочее, и прочее. То есть на самом деле логика очень-очень понятна. Это единственная причина, почему мы брокера не привезли, но мы его планируем все равно, естественно, потом рассказать, кто у нас брокер, где мы средства держим, но попозже, когда мы юридически будем к этому готовы. Илья, ну скажи, у нас крутой брокер же? Скажи мне. Да, у нас брокер достаточно крутой, вот, и это все, что я сейчас могу сказать. И трейдеры у нас очень крутые, Катя, у нас очень крутые трейдеры, помимо Анны. Ты это сказал, понимаешь? Помимо Анны, помимо Анны, да, вот, и те результаты, которые мы видим, это доказательства их крутизны. Интересно, сколько долей получилось во втором пуле по Дубае? Пока не готов сказать, вот как раз сейчас у нас технари подсчитывают, сколько там долей. В первом пуле все участники получат одну долю, все, кто сканировали кошельки. Я знаю, что есть люди, кто по какой-то причине не сканировал кошельки, да, вот, мы будем с ними индивидуально разбираться, но, в принципе, по правилам, по правилам, да, они не участвуют в этом пуле, но мы с этим будем разбираться позже. Сколько по времени будут действовать пулы майнинга и вернутся ли замороженные токены Аплис? Пулы майнинга будут два года действовать и уже начиная с апреля, с конца марта первые выплаты пойдут. У нас есть Форекс пул, у нас есть ивент пул, это для тех людей, кто был в Дубае в марте, да, прошлого года. И у нас есть двухпроцентный Ликвид токен пул. Вот эти выплаты с наманенных коинов, монет, они будут туда идти. Нужно будет свои кошельки тоже вставить обязательно, потому что мы не можем этот airdrop делать в никуда, да, нужны будут кошельки, инструкции мы все дадим. Вот, скорее всего, это нужно будет сделать не на сайте Ликвида, а на стороннем сайте, типа там Dezidao. В общем, у нас команда Леши Алексея, да, это дело подготовит технически. Так что можно будет получать монетки. Наконец-то. И это будет длиться два года по всем пулам. Последний вопрос. Санкции против России повлияют на наделение долями акций россиян? Нет, не повлияют. Короткий ответ, хорошо. В какой валюте от майнинга пула мы получим бонусы за токены Форекс? Это будут различные валюты. Это будут и африканские монетки, которые сейчас вот ребята манят. Очень крутой проект, да, благотворительные любые другие монеты. То есть это будут не то, что какие валюты, хотя криптовалюта это валюты, да, в какой-то мере. Это будут разные коины, разные монеты. То есть, условно говоря, манятся вот на май месяц 15 монет, 15 стартапов проектом Liquid. И 2% от всех наманенных монет в конце месяца, в начале следующего месяца, будет выплачиваться всем участникам, кто застейкал лифт токены в свое время, когда был промоушен. Там даже не лифт, а дези токены люди стейкали. И для того, чтобы эти условно 15 монет получить, нужно будет свои кошельки дать. Как их дать? Для этого все инструкции приготовим. То есть все разжуем, все покажем, спешки там никакой не будет, потому что все эти монеты все равно пока что не продать. Их можно будет продать не раньше, чем через 3 месяца. То есть мы не получим биткоины? Биткоины будем также получать, когда запустится манинг биткоина. Пока у нас нет манинга биткоина. В течение этого года. Более точные даты мы не можем озвучить пока. Ну, я думаю, что вопросы по ликвиду и инструкции, вот вопрос задают. У нас в четверг давайте мы выйдем на международный глобальный звонок именно по ликвиду. И мы там все, я думаю, все подробности услышим. Илья, мы давай мы тебя поблагодарим и мы тебя отпустим. У нас получилась очень крутая презентация. На самом деле в этом году ты ее еще не проводил. Это мы проводили в марафоне, поэтому все люди слышали тебя только в записи. Сегодня комната вместила только 100 человек. А я думаю, что если бы комната была большая, что-то я как-то заранее не подумала у тебя ее взять, то у нас сегодня было бы, наверное, человек 300 не меньше, желающих услышать тебя. Да, вот новую презентацию, ответы, вопросы, твое видение, твое послание. Поэтому спасибо тебе огромное, что ты был с нами. Мы выложим запись. Мы всегда, мы выложим запись, мы всегда повторимся еще, да. И мы также будем проводить презентацию ликвида в том числе. Вот послезавтра на английском будет, да, с переводом. А в будущем мы на русском тоже сделаем. Да, мы будем разные дроби, мы будем проводить презентации, мы будем еще и по маркетингу развлекать к нам. Потому что у нас очень много есть людей, которые рассматривают для себя активную модель бизнеса и хотят выполнить промоушен на 5 миллионов, а его надо выполнять с твоей помощью. Как основателя. Я думаю, ты заинтересован, Серега, привет. Ты заинтересован, наверное, чтобы на Пхукете среди таких вот самых эксклюзивных лидеров было очень много людей, которые говорят на русском языке. Потому что японцы твои, конечно, умные, но люди, которые говорят на русском языке, все равно самые умные. Самые красивые, Катя, при этом, да, я знаю. Самые глубокие, самые образованные, самые чувствительные и самые-самые. Поэтому нам надо всем помогать, чтобы мы как можно больше вырастили лидеров с товарооборотами, чтобы мы вырастили как можно больше людей с хорошими депозитами, чтобы научили людей. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. И так далее. Ты также помнишь золотую, вот я сейчас уже завершу, ты также помнишь золотую фразу, золотую формулу, что никто не может помочь человеку настолько, насколько он сам себе может помочь. Конечно. Поэтому я вам всем рекомендую встать рядом с зеркалом, посмотреть на себя, попросить помощи у самого себя и помочь самому себе для того, чтобы попасть на Пукет. Я очень хочу, чтобы все присутствующие, все 100 человек сделали товарооборот в Тези и в Ликвиде до конца августа 5 миллионов долларов. Это абсолютно по силам. И даже если вы до сих пор такие обороты не делали, вы можете себе помочь это сделать. А уже информационно, конечно же, и Катя, и другие лидеры, и Сергей, и Леша, и другие, и я в том числе, мы, естественно, вам поможем. А встречи, конечно, нужно чаще проводить. И я всегда готов, я за любую движуху, ты это знаешь. Спасибо огромное. До новых встреч. Всем, ребят, спасибо. Со всеми на связи. Чаще заходите на наш Телеграм-канал, направляйте туда всех партнеров, наших, ваших, всех. Учите их там ставить реакцию, благодарить людей, которые создают там контент. В общем, жить более активно. И, как говорится, чем больше ты в этот мир отдаешь энергии, тем больше получаешь обратно. Всем хорошего настроения. И самое главное, женщины, любимые, дорогие, самые красивые, обаятельные. Всех вас с наступающим женским праздником. Силы вам, духа вам, настроения классных мужчин рядом, любящих. Вон Сергей поздравляет. Хороших послушных детей, внуков. В общем, чтобы все у вас складывалось, чтобы вы были самыми молодыми, самыми красивыми, чтобы все ваши мечты осуществлялись. Вы знаете, вы самые сильные. Вообще Россия и те люди, которые говорят на русском языке, все держатся на женской силе, на женском плече, на женском сердце, на женском воодушевлении. Мы вдохновляем всех, и в том числе наших сильных мужчин. Все. Да, вот, да. Всех обнимаю. Катя, как-то ты сама себя поздравила, получается. А вот тут мы хотели вообще-то к этому. Чуть не закончили, потому что... Да, да, да. Я выпрыгиваю, меня ждут просто. Да, да, да. Ты за меня поздравь, пожалуйста. Да, все. Да, да, да. Прежде всего от Ильи. Он мне заранее передал, что если что там, я раньше выйду, то ты поздравляешь всех женщин от меня. Так что, дорогие, милые, вот, Катя, тебе особенно отдельное спасибо, что ты инициировала эту встречу с Ильей, постолкнула его локоточком, да, и как только он чуть-чуть поправился, ты его сразу хопа-хопа и сюда к нам вытащила. Так что тебе большое спасибо и за то, как ты все эти вопросы озвучила от нашего большого мужского коллектива, вашему женскому большому коллективу, ну, я имею в виду всем, кто сейчас присутствует и запись смотрит, большое-большое... Вот. Поздравляю. Спасибо большое. Ну, а Сережа уже это сделал в виде жестов. Вот. А Олег улыбкой присоединяется. А все, кто не включил камеры, с нами сердцами присутствуют. Спасибо вам всем большое, ребят. Вам тоже всего самого нарушила. Вы прям краса нашей вселенной, так что держите в арку. Спасибо всем. Все. Все, ребят. Всем пока. До новых связей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok